всем привет я начинаю свой влог как всегда с предыдущего вечера а потому что мы с вами сегодня сделаем кое-какие дела сходим на зон получим там я очень интересную вещь заказала я вам покажу что я себе ну кстати там половина только моего заказа пришла но тем не менее мы половину этого заказа получим я вам покажу немножечко пройдемся мне надо заскочить в продуктовый потом мы с вами вернемся домой я вам покажу ну вообще девочки и мальчики которые подписаны меня в телеграм-канале видели мою покупку интересную для дома я вам и здесь покажу ее а завтра у меня ногти по плану по моему в 15 30 я записана но моя мастер очень быстро делает ногти буквально час десять где-то так у нее уходит и все ногтики готовы гелевые ногти у нее готовы за час десять и потом мы с вами прогуляемся потому что на завтра обещают просто шикарную какую-то погоду у нас все таки пришла пришло бабье лето так что можно немножечко погулять мы посмотрим на золотую осень на эти листья в общем вот такой влог так скажем повседневный будет и еще кстати я купила себе новую куртку и сейчас я вам буду показывать свой полный образ и покажу эту курточку которая мне прям очень очень нравится но прежде чем я вам покажу полный образ я сейчас вам покажу кое-какую вещь вот посмотрите что у меня есть а это это очень интересная и очень полезная вещь от марки нашей российской марки артрейт как видите это вот такой вот такая вот повязка сейчас я объясню вам что это такое вообще наша вот эта российская марка артрейт она специализируется на всяких очень полезных вещах для здоровья и если вы зайдете на сайт то вы увидите там вообще много всего что помогает при различных заболеваниях эти вещи используются и в медицинских учреждениях мне прислали именно вот эту вот повязочку чтобы я ознакомилась с изделиями это повязка с микросферами внутри кроме этой повязки на сайте еще можно посмотреть есть подушки с микросферами есть какие-то типа матрасов с микросферами и вообще много всяких вещей что с собой представляют вот эти вот микросферы это такие шарики они просто очень мелкие мелкие 20 микрон буквально они из трех видов стекла состоят то есть они прям стеклянные и полые внутри этих шариков здесь много вот так вот если прощупать то чувствуется наполнитель этих шариков здесь много их действие основана на том что они отражают инфракрасные лучи которые исходят от тела человека что такое инфракрасные лучи да в принципе тепло человека и вот эти вот шарики отражают и 100 процентов этого тепла отдают назад то есть когда вы вот эту вот повязочку используете на месте где у вас какие-то боли артроз либо еще что-то то она работает как физиотерапевтическая процедура прогревания и за счет этого улучшается и циркуляция крови и улучшается обменные процессы во-первых температура повышается в этом месте где-то на 1 2 градуса как как раз достаточно для того чтобы проявился вот этот вот физиотерапевтический эффект восстанавливает подвижность суставов улучшает венозный отток улучшает регенерацию тканей вообще эта марка не просто выпускает эти вещи эти вещи еще проходят испытания тестирование и эффект отражения тепловых лучей доказан институтом имени ломоносова имеется все сертификаты имеются все исследования в общем все 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 это подтверждено причем эти вещи проходят клинические испытания в аккредитованных роз здравом лечебно-профилактических учреждениях используется при боли в суставах спине и шее заболевания суставов артрите артрозе еще при остеохондрозе используется радикулите вас при восстановлении после травм кроме этого улучшает сон и снимают головные воли данная повязка которую вы у меня видите она вообще универсальная и используется на 9 зонах это поясница спина шейный отдел голеностоп бедренный сустав лучезапясный сустав локтевой сустав и плечевой сустав сама она имеет очень такую удобную форму и снаружи здесь чехол а внутри вот этот вот вкладыш с наполнителем то есть при желании можно достать вот этот вкладыш и просто-напросто постирать чехол привести его в порядок это очень очень даже удобно как видите у этой повязки две таких зоны для липучек и к ней идут ремешки если допустим надо на руку то цепляются вот такие вот два коротеньких ремешка так куда то я задевала 2 вот он два коротеньких ремешка как это все цепляется вы видите на экране и кроме этого идут два длинненьких ремешка которые еще можно регулировать то есть на любой объем на любое тело это все подойдет как это сейчас использую я да все очень просто я очень много монтирую вам видео и сижу на в кресле и провожу в нем часы пишу какие-то статьи для дзена я надеваю эту повязку себе на спину как раз таки моя зона я вам рассказывала что в прошлом году я сорвала себе спину и у меня даже и нога болела в общем проблемы у меня были и сейчас я с этой повязкой просто сижу занимаюсь монтажом видео и получаю еще лечебный эффект в общем девочки мальчики если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем да даже просто для профилактики я вам советую вот эти вот изделия от артрейд вы можете перейти по ссылочке я вам оставлю ссылочку и на свое изделие и оставлю ссылочку на сайт вы можете ознакомиться с продукцией кстати мне что понравилось на сайте они не удаляют отрицательные отзывы они на них отвечают а еще знаете какой мне вкладыш сюда вложили когда мне пришло я вам сейчас покажу тут за отзыв дарят подушку вот что мне интересненько и вложили так что тоже вам тоже придет можете ознакомиться ну а мы с вами идем смотреть мой образ вот такой образ дня у меня сегодня сейчас я вам покажу какую курточку я купила вот такую курточку пыльная роза мне она очень и очень понравилось смотрите как интересно здесь искусственный мех естественно и у меня что мне нравится здесь открыто я платьице под горло надеваю и можно делать вот таким вот стоечкой сейчас вот вот так вот воротничок стоечка здесь все застежки есть все и кармашки которые застегиваются на кнопочку молния внутри видно меня здесь молния внутри и еще и заклепки обалденная куртка очень классно смотрится так что там у нас по погодке солнышко уже почти села едем нашим прекрасном лифте сейчас нажиму все раз уж мы идем на озон там как раз помойка и выбросим все как хорошо на улице даже я жарко оделась можно было попрохладнее что-то надеть вообще жарко но не жарко конечно но тепло жарко это я конечно уже преувеличила сейчас идем на озон у я даже пакетик не захватила ну ладно буду в руках носить что делать а вот она родная помойка которая давненько не мелькала в кадре смотрите какой там красный закат сейчас мы выбросим так что я не с той стороны по моему пошла теперь озон сейчас зайду заберу и покажу вам что заказывала так тихо хорошо вообще ветра нет получила получила сейчас распакует покажу что это на лавочку сяду смотрите узнаете что это помните мне роман пономарев прислал целый набор вот таких кисточек и тогда у него не хватало одной он сказал что она позже появится в общем я на него подписана в телеграм-канале и увидела что эта кисточка появилась а так как мне просто безумно нравится его кисти вы у меня их видите постоянно видел я ими пользуюсь короче говоря я купила себе сама покажу видите пятерка кисточка пятерка и общем я заказала себе сама эту кисточку потому что я хочу чтобы у меня был целый набор это кисточка для румян короче только что как только не пыталась ее открыть но похоже мне придется до дома подождать вскрыть там и показать вам как она выглядит в общем у меня теперь целый наборчик ура а мы с вами идем дальше пока еще не так темно я честно говоря думала выйду позже сегодня пока свои дела делала думала что у меня получится позже выйти когда уже вообще темень будет но смотрю еще не настолько там он вообще светлое небо еще если бы не было затянуто вообще классно было мы сейчас знаете что проверим мы сейчас с вами проверим туалейку которую я вам говорила осенью будет очень красивая потому что мы завтра немножко в другую сторону пойдем ну точнее мы сядем здесь доедем до станции там перейдем через переход и на ту сторону пойдем ногти делать точнее я сделаю ногти а потом включусь и уже мы с вами погуляем так тихо так хорошо люблю такую осень теплую с листиками желтенькими не люблю дождливую я вообще дожди не люблю это уныло когда дождь идет здесь моя аллейка вот эта маленькая которыми все время очень нравится видите сколько здесь листьев здесь так красиво а вот это здание так и строится когда-нибудь девочки мальчики может быть лет через 20 мы с вами увидим когда это здание будет закончена пока по моему никаких изменений здесь нет я не знаю что не так медленно строят что-то мой посмотрите здесь клён красиво просто невероятно сейчас мы пройдем вот по этой аллейки все красота листики он здесь вообще прям как будто бы кто-то нарисовал настолько красиво еще так фонари освещает но мы завтра по светлу сами пройдем посмотрим что на той стороне пушкина я по-моему вас туда никогда не правда я сама там никогда не бывает только вот сейчас получается у меня так что я там ногти делаю и все а так в основном туда и не хожу на той стороне у нас больница находится районная больница а в общем то ничего особенного сейчас там новые дома построили а раньше там глухомань была я как-то искала по моему мне был нужен что же не было какая-то организация нужно было и я помню что в этих частных домах просто заблудилась и не знала как мне выйти оттуда красота ой я не могу как красиво а вот слушайте весной красиво и это красиво осенью красиво вот реально любое время года и зима что плохо что ли главное чтоб такая не слякотная когда все тает а так красота ведь ой вообще слушайте здесь вообще не тронут а никто даже не ходил такое ощущение все листики прям ровненько лежат вот здесь вот видно да что походили а вот там прям вообще супер обалденно просто красота и здесь много клёнов поэтому так здорово а там вообще зеленая трава еще трава не пожелтела хотя первый снег уже был но все равно посмотрите как клен красиво подсвечивается желтенький прям сейчас я вам отсюда покажу вообще люблю эту аллею вот ту маленькую свою люблю и вот эту а вот посмотрите здесь тоже клёны и здесь наверно убирают все по убирали некрасиво а зачем они так ой все убрали голая земля теперь даже посмотреть не на что вон там все валяется все листья а здесь вон а я думала и здесь вам покажу интересное место знаете что я захотела сделать я миллион лет не кормила уток давайте мы купим хлеб батончик какой-нибудь и покормим уточек я вот думаю мы здесь будем кормить уток или пройти к своим старым домам где я раньше кормила их принципе мне магазин не то чтобы прям срочно там кефира купить это я в любом месте могу взять давайте к старым домам захотелось вспомнить как я раньше это делала там как раз дикси купим так сейчас я посмотрю что перейти там как раз дикси мы купим хлеб я может быть сразу возьму тогда и кефир там вы что-то я еще такое хотела из такого не срочного неважного покормим уток и я потом вернусь домой уже а заодно здесь пройдем вдоль этой набережной посмотрим тут красиво потому что вдоль этой набережной мы с вами постоянно гуляем а сюда не часто ходим так быстро солнце садится ну и ладно у нас будет прогулка в темноте а завтра по светлу но как быстро новый дом вырос по моему в начале они лета или весной начинали вот только вот эту башню возводить и уже пожалуйста в форме корабля делают как будто бы это корабль с трубами плывет подбегаю сюда и здесь включились фонари там наверно закрыто мы не спустимся я вам решила показать перед дворцом спорта как у нас красиво тоже фонарики сделали здесь фотки красивые получаются и вот такой вид на реку видите мы обычно гуляем вон там вы там это вон там вон там вот там по набережной по той стороне а сейчас здесь идем о байдарочники плывут а нам с вами вон туда топать сейчас подойдем посмотрим хотя бы вот отсюда реку и как красиво на закате все здесь видите детскую площадку сделали раньше здесь ее не было ой сколько уток здесь он кстати можно их кормить а может даже далеко и не нужно будет идти хотя мне хочется на свое то место уже почти дошли не так много осталось а я в дебри забралась ой киса мы с вами вот здесь пойдем может быть айфон не очень темноте снимает но я думаю что то можно будет рассмотреть обычно по той тропинке хожу а тут обычно отдыхающих много снимать неудобно а сейчас пройдемся я и здесь слышу как утки кричат короче уток у нас развелось вообще море так что не пишите пожалуйста что так нельзя кормить хлебом он ведь их сколько все с ними в порядке я просто каком-то из своих влогах показала сказала что у так можно кормить хлебом что они здесь поколениями растут и привыкли мне там скинули фото якобы утки переели умерли где-то я вам сразу скажу что это откровенная чушь и я думаю что никто даже точную причину и не собирался устанавливать что там сутками случилось скорее всего их просто отравили вот и все а чтобы утки переели умерли я не знаю что для этого надо сухого корма якобы переели но это вообще это просто я даже и слушать не хочу чушь откровенная так мне надо отсюда выбираться а то уже реально ничего не видно айфон мой еще больше почему-то затемняет обычно он засветляет все а теперь затемнил еще больше так что сейчас буду выходить на нормальную тропинку вот здесь хоть видно где идем а то что-то так там вообще ничего не разглядеть было а практически уже на месте часто до в дикси заскочу посмотрю какой там батон продается батон возьмем покидаем покормим сейчас 8 подошла все посмотреть с этой стороны интересно здесь плавают а здесь вообще уток нету остается надежда что они все там в самом начале иначе я зря сюда пришла вот они где все вон их кормят стоят так что как обычно они здесь самом начале сейчас вот сюда в дикси заскочу с этой страны вам покажу вон их сколько так заходим дикси утки нас подождут так а вот и батоны батон куплен только теперь как снимать и кормить не знаю как утки сбежали отсюда главное что плавали а вот они все ну привет привет миллион лет я вас здесь не кормила я раньше когда выходила они меня уже по голосу многие знали потому что когда я выходила и шла с мамой по телефону они тут же крякать начинали прежде чем уток накормить надо себя не забыть нормальный батончик вкусный теперь можно и утком кинуть только мне одной рукой неудобно так знаете почему здесь уток нет нет потому что здесь один неадекват ходит мужик здоровый вообще вон пошел здоровенный мужик подходит и пинает уток вообще нормально это думаю у меня слов нету ну ладно бы ребенок такое делал вот поэтому они бедные боятся сюда выбегать вон не могу снимать одной рукой неудобно но здесь такие бои идут за хлеб вы бы видели и вот еще стоят ждут надо тоже что а вот им там насыпали крупу они крупу едят ну вот уже крупу не будешь бросать она утонет сюда только хлеб я первый раз вижу чтобы утка подавила зерном вот эта утка стоит бедный рот открывает откашливается первый раз такое вижу вот видите она кашляет так как будто бы ну ты чего ну видите клюв открывает те нормально это бедная что-то с ней не так вот к ним подходил мужик с размаху знаете такой то есть здоровенным ботинком думаю чтоб тебе кто-нибудь кирзачом сзади под зад дал тоже так с размаху ну что я покормила и себя тоже видите даже обоим про себя не взял забывать а то не дай бог похудею ну что я назад сейчас дойду до дому снимать уже не буду потому что по одной и той же дороге пойду дойду до дома и я вам покажу что я себе для дома купила как и обещала вы не забыть бы а то я иногда говорю вам оставлю ссылочку внизу и что-нибудь раз и забуду пока монтирую знаете пока выкладываю все забыла посмотрите что меня на обратном пути ожидала спрашивается в честь какого праздника а нет шоу продолжается я не пойму кто и по какому поводу пускает дети что ли добралась до дома распечатала кисть у я где-то я потеряла вот он колпачок потеряла распечатала кисть кисточка под номером 5 где тут пятерочка вот пони рома вот такая хорошенькая небольшая можно ее конечно и хайлайтер наносить она в принципе для румян предназначена для румян я ее и буду использовать все теперь у меня полный набор но если конечно что-то еще выйдет я обязательно докуплю потому что кисти эти очень люблю это коза ворс козы служит очень хорошо моется очень хорошо вообще очень их люблю обещана из покупок для дома это реально своя покупка это не прислана на обзор когда у меня реклама у меня всегда помечено что реклама вот вначале была реклама вы там видели надпись а это самостоятельно купила и мне подсказали девчонки в телеграм канале мы как-то с ними еще по весне обсуждали когда я первый раз мыло окну как первый раз в этом году я имею ввиду было окна и кто-то посоветовал именно вот этого робота в итоге я его нашла купила я просто невероятно благодарна тому человеку который это посоветовал это вот эти тряпочки надеваются на робота в общем я купив вот этого робота я перемыла еще раз все окна к осени и у меня теперь все все окошки чистенькие а знаете какой здесь огромный плюс что этот робот еще он такой компактный достаточно и он еще моет все мои зеркала это такая прелесть а у меня зеркал очень много у меня много зеркальных шкафов и поэтому ну просто цены ему нету действительно очень круто держится очень хорошо присасывается как ну хорошо бегает но я говорю цены нет просто ему вот здесь включается есть к нему пульт управления и можно вот он этот пульт управления в принципе когда он домывает окошко и если окно как у меня панорамная внизу где-то остается можно нажать его чтобы он приехал наверх для меня так удобно так и в принципе включаю одним и тем же режимом пользуюсь и он потихонечку проходит все все окошки очень крутая вещичка это у этого робота страховка а это вот он работает от сети что еще здесь хорошо здесь внутри строй на батарея то есть если вдруг свет отключили робот не упадет с окна он еще по моему 20 минут будет держаться ну то есть вообще все продумано когда он промывает окошко он подает звуковой сигнал я его включила он хорошенечко присасывается можно с пульта можно так это вот он сейчас смотрит какую сторону ему двигаться смотрим где он находится вот и все сейчас он будет потихонечку вот так вот перемещаться из стороны в сторону и отмывать окошко просто обалденная покупка спасибо девчонки что посоветовали покажу вам еще что у меня сейчас цветет из бугенвилей вот практически все что цветет стоит на лоджии у меня вот вот там сверху а вот тот доцвел и снова зацветать будет и вот эти вот маленькие все цветут абсолютно причем все а нет вот этот вот не цветет на данный момент остальные все цветут вот эти миниатюрные бугенвиле и а вот эту я сюда принесла потому что солнышко исчезло и она начала разбрасываться листьями я смотрю почти лыса и осталась перенесла надеюсь что новые листики начнут отрастать это сортовая бугенвиле поэтому не хочется чтобы она пропала вот зацвела бугенвиле которая капризничала и вот сколько я ее купила год назад даже больше же уже года назад и и вот только сейчас она первый раз вот так зацвела вот это цветет без конца мне ее дали в подарок когда заказывала по нескольку мне положили dark spot yellow это пока не цветет вот это помните у меня постоянно цвела 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 бедненькая отдыхает ну пусть отдыхает вон два всего цветочка и все но вот здесь вот пожалуйста ой упал прямо сейчас цветочек здесь вот такая у меня красота в этот раз не все что должно было зацвести зацвело что-то белое очень так скудненько а должна вообще хорошо цвести розовая вон как моя новая вот эту я обрезала яркую и она опять зацвела зацветает точнее желтая вон в общем люблю я свой сад мне он очень-очень нравится радует мой глаз я вам уже говорила это ну что день 2 а я бегу на маникюрчик сегодня у нас теплым такая мы немножечко пройдемся с вами после того как я сделаю так мне уже как всегда надо уже выбегать пора я вот этими вот 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 своим ванклифом побрызгаюсь обалденный аромат все побежали это мой образ дня в принципе вы такой уже видели образня так как сегодня жарко то я вот в этой вот курточки своей точнее даже на больше ветров очки кожаной макияж мы увидели сережки в общем вот такая вот я убегаю теперь мне надо сесть на в этот на маршрутку и доехать до станции вообще непонятно что то с дверью случилось она больше не закрывается закрывалась и не открывается короче я буду рвать я не знаю кто и умудрился сломать но было с ней все хорошо так похоже маленький пришел или большой маленький едем маленько на всегда образ дни а в лифте ну вроде бы я успеваю точно точно так впритык но я успеваю по времени я забыла все карточки в куртке сейчас буду возвращаться назад и вот это погода какая классная я возвращалась потому что даже в транспорте нечем расплатиться только а у меня не транспортной там не банковской все осталось так ну какой-то автобус я уже пропустила не успела поехал а нет вот еще один поехал что-то я чувствую я буду сейчас долго стоять раз я все пропускала правильно возвращалась что тут сказать очень погода вообще замечательно тепло вот где мы вчера с вами гуляли мой ну красота вообще не могу какая прелесть так я вижу маршрутка идет двойка так что не придется мне долго стоять все я приехала на станцию теперь через подземный переход перейти у меня есть полчаса времени так что можно не бежать спускаемся нам вообще в самый конец идти все похоже ремонт доделали сейчас посмотрим в самом конце как там по-моему уже все закончилось теперь у нас красивый подземный переход то что раньше какой-то обшарпанный теперь все культурно идем на выход мы с вами здесь были когда я уезжала в ашан матищах отсюда я здесь садилась на остановке я почти уже пришла иду уже потихоньку просто рассматриваю все видите эта сторона она раньше была со старыми всякими постройками а потом стали ее застраивать с этими новыми домами так что теперь это не глухомань как раньше раньше тут вообще глухо было все мне однажды каким-то образом сюда пришел заказ пять пост в пятерочку я не знаю почему именно сюда вот я бегала искала где это я замучилась отыскивать была зима темно и в итоге меня какой-то парень молодой провожал показывал где это там оказалось во дворах во дворах причем нового дома вот такая вот эта вторая сторона пушкина которая через железную дорогу ну все я вот мне в то здание я дошла включусь уже когда сделаю маникюр и покажу вам что получилось все я с новым маникюром вот такой интересный оттенок он вообще теплый но мне такое ощущение что на улице он все равно больше холодным смотрится но красивый розовый оттенок я не знаю камера не передает ну что топаем домой ну по крайней мере в сторону дома я заскочила там где всякие хачапури продаются купила кольцо с курицей себе понравилось оно мне на вид слушайте еще только начало пятого что-то уже солнце садится я думала у нас сегодня будет светло мы с вами так погуляем и стало уже достаточно прохладно а я так легко оделась чтобы у меня лето снова наступило так я иду назад через пешеходный переход ну и там уже включусь все перешла через переход топаем домой и наверное на ту сторону перейду там мне кажется людей поменьше а тут народу идет общаться неудобно нам будет перешла но здесь похоже не меньше будет похоже это последние теплые деньки в этом году и потом уже все будем гулять с вами когда холодно будет а я сейчас решила пешком домой я люблю много ходить каплуки мне кстати абсолютно не мешают в этом плане все нормально ой я раньше в этом магазине он как-то по-другому назывался сейчас мадо-мода а раньше немножко по-другому назывался и я тут постоянно брала себе помню водолазки еще что-то а потом они как-то стиль поменяли и все и сколько я не захожу я ничего там себе найти не могу не то и все не получается мне ничего купить здесь обувь хорошая когда здесь покупаю всегда хорошо ношу и в тофе кстати я в тофе тоже покупала обувь и тоже нормально носила не знаю давненько там не закупалась надеюсь у них качество не поменялось если не поменялось то вообще все отлично а вот там вот в следующем самом последнем подъезде вообще это раньше детский мир был теперь уже все подряд здесь вот в этом последнем подъезде там все для профессиональных парикмахеров для маникюра и вот этот вот магазин это самый-самый наверное старый в Пушкино и он был на той стороне в подвальчике и в этом магазине вообще все мастера знали обычно у них все можно было купить различные марки но сейчас конечно вайлдбери сазон пожалуйста покупай что хочешь наверное не особо актуально но они до сих пор работают я думаю значит имеет смысл для них почти дошла до набережной решила вот через этот памятник пройти а то я как-то все время вокруг обхожу думаю надо зайти глянуть вечный огонь здесь у нас тоже красиво раньше было когда у меня сын был маленький здесь все заросшее было стоял тоже памятник у меня даже где-то фотография есть но все было заросшее а потом сделали вот такую красоту но здесь наверное интереснее зимой потому что туи люблю вот так по пушкино гулять пешком помню когда вот этот дом построили мне он так нравился вообще мне казалось что он самый красивый вот он как парус он и называется парус но я не люблю когда вот эта точечная застройка то есть вообще не остается расстояние между домов и все вот как здесь вот напихано напихано все ну зачем это какие-то зеленые островки должны быть все фонтаны не работают сейчас через дорогу перейду и все и пойдем по набережной прямо к дому все я на набережной ну вы посмотрите сколько и здесь народу все по теплу решили прогуляться посмотрите сколько там уток дети бегают а утки только так немножко в сторону отбегают и все просто пешком ходят пойдемте глянем смотрите они от детей еще убегают даже летать не хотят закормили их похоже ага одна улетела вот детям раздолье развлечения вот бы еще ноябрь такой тепленький бы постоял и вообще тогда веселее было бы ждать весны ну и так все равно в этом году ну вот по крайней мере у нас здесь Москва Московская область конечно как никогда тепло было хорошо получается и сентябрь и октябрь в принципе хороший был так немножко был период когда и снег и дождь но не сравнить допустим с тем же прошлым годом намного теплее сейчас я к воде подойду хочу посмотреть осенний пейзаж снять вот пожалуйста закат и осень только из-за того что там начались застройки вот так вот все было зеленое а теперь там все повырубали и уже не так красиво но все равно осенний пейзаж вы у меня спрашиваете когда с мамой влог девочки мальчики не знаю пока скорее всего только уже к новому году мы все собирались собирались встретиться и как-то ни у кого ничего не получается толком и еще цветик приболел потому что помните как-то несколько лет назад я вам снял несколько лет пять лет назад уже было я вам снимала что у цветика шея болит у него там по-моему грыжа шейная и вот через пять лет опять все повторилось завтра идут они к ветеринару к неврологу собачьему и будут показывать его поэтому вот пока не знаю скорее всего только уже на новый год я туда поеду посмотрим она узнаете как иногда бывает загадаешь так а потом раз резко все поменяется ну уж на новый год я точно туда собираюсь мы сейчас с вами пройдемся по вот этому мостику полукруглому не вот этот который впереди хочу дальше пройдемся по нему посмотрим потому что это смотровая площадка посмотрим оттуда вид красивый здесь все желтенько но здесь знаете что я посмотрела здесь все конечно убирают всю листву интересно здесь гулять но именно прям такого осеннего пейзажа нет вот только деревья ой ой воробушек смотрите даже семечки им насыпают подкармливают правда я вспугнула покушать не дала а тут смотрите сколько кормушек вон я вижу еще одна и вон там еще одна и посмотрите какие они толстенькие эти воробушки вот там их много товарищи вы жирненькие кормят вас здесь хорошо сейчас я загляну в эту кормушку а вон синичка я увидела синичку и в этой кормушке тоже положили тоже есть корм классно вот зимой кстати будем гулять я тоже куплю его так буду подсыпать хотя я думаю тут и без меня подсыпают вот куда мы с вами зайдем на смотровую площадку сейчас здесь никого нет как раз можно спокойно пройтись посмотреть здесь все чистят видите все листики убирают только трава и я надеялась что здесь будет именно прям так по-осеннему но здесь наверное больше по летнему все равно красота но испортили домами весь вид всю зелень повырубали сожалению весь берег был такой вот как там а теперь видите проплешины остались так деревья пооставляли и все опять утки по берегу гуляют смотрите кого я вижу вы это видите вот это видите крыска просто крыска гуляет слушайте она очень похожа на домашнюю крысу а не на эту не уличную ой побежала напугали они ее но это крыса по-любому но она очень слушайте она правда очень похожа как будто бы кто-то домашнюю выкинул крыску совершенно не такая как эти дикие здесь большая утка тут вон крыса еще бегает ай тут руга ой да опять опять это здоровенная утка даже домой не хочется идти так хорошо пройдемся здесь немножечко мне надо еще заскочить я так вчера не купила кефира а мне просто лень стала его тащить и я поэтому не стала покупать теперь надо зайти наверное в пятерочку в ту которая последняя ближе всего вот моему дому туда наверное заскочу я перешла на другую сторону а то я иду болтаю я же так обязательно прискочу мимо пятерочки да видите как тепло хорошо человеку уснул прям рядом с бутылкой вот вам пушкинский пейзаж пожалуйста я не помню рассказывала вам или нет пейзаж говорю а сама вспомнила про натюрморт у меня сын был маленький это первый второй класс он ходил в художественную школу заниматься и вот однажды я прихожу с подругой мы вместе отдали они были одноклассниками и мы приходим детей забирать и выходит сам преподаватель художник и говорит мне Аксинья Александровна вы только не волнуйтесь мне кажется я вам рассказывала когда-то ну не важно вы только не волнуйтесь ну я думаю уже вы понимаете уже после этих слов я напряглась это не то слово мне естественно я говорю что такое что натворил мой сын а мне художник говорит а вы знаете мы рисовали натюрморт и все детки нарисовали грушу яблочко а ваш сын нарисовал бутылку или емко валяющиеся рядом ой я не могу эта история на всю жизнь запомнилась ну вы представляете как мне было стыдно как будто мы знаете семья алкоголиков а подруга мне говорит такая ну вот теперь доказывай что ты не алканавт натюрморт сын конечно хорошо меня подставил тогда но у меня художник знаете утешал такой говорит ну что вы это у вашего сына у него такое креативное мышление я такая да а я готова была сквозь землю провалиться с этого креативного мышления это моя такая стандартная обычная дорога я здесь очень часто хожу а вот я уже подошла к магазину Пятерочка это самый близкий магазин я имею ввиду Пятерочка к моему дому поэтому я торможу лаптем и заруливаю туда иначе я опять без кефира буду я купила кефир все кефир у меня есть а я его люблю и так просто пить вечером и еще очень люблю оладушки на нем жарить тоже очень вкусно получается поэтому без кефира я не могу в общем я вспомнила что много сладкого есть нельзя поэтому взяла себе без сладкого без сахара батончик как вы думаете поможет учитывая сколько я сладкого ем но на самом деле я конечно не потому что он без сахара а потому что он мне по вкусу нравится вот этот вот вот этот с орешками он на сникерс похож но почему-то очень-очень мне прям понравился по вкусу я кстати знаете какую новость узнала стояла на днях в Дикси которая рядом с домом и там мужчина стоял и он сказал что вот там где Пулмарт возле моего дома откроют магазин чижик а чижик я не знаю кроме Подмосковья Москвы есть где-то еще эти чижики ну тоже типа Дикси такой сетевой магазин с продуктами еще что-то я думаю о как хорошо иногда бывает вот как я сейчас кефир отсюда пру а так рядышком заскочила купила и не надо нести что-то вот такое тяжелое картошку тоже ну хотя за картошкой я в Дикси хожу мне там нравятся белорусские картофели а у нас возле дома был только магазин низкоцен или как-то так он называется ну туда конечно можно заскочить что-то прям если очень надо но на самом деле там ничего такого интересного нет ну что-то первой необходимости продукта имеется я смотрю пока я шла прохлаждалась а иду я очень медленно ну просто мне нравится хорошо, тепло и домой не хочется но надо идти вам влог монтировать так что я потихоньку шла-шла и заметила что солнышко-то практически уже село солнце быстро садится сейчас еще только шестой час вечера еще не поздно даже я к трем часам ходила ногти делать я наконец-то подхожу к дому и вон видите фулмарт написан вот эти синие низкие домики вот где-то там и там он дальше тянется он желтая, низкая где я обычно прохожу когда иду в Ашан и вот где-то в тех вот вот корпусах будет этот чижик а может быть в этом я не знаю но что-то мне подсказывает что не в этом а сейчас как назло в самом дальнем сделают чтобы я сильно не радовалась и таскала нормально вот мне кажется в том зеленом быстрее сделают там всегда были продукты я сначала думала что вот здесь вот в окнах что-то они перемещали перемещали но потом как оказалось нет там мебель как и была все я пришла домой мы с вами все дела сделали погуляли по осеннему городу вот такие у меня видите ногти какого они оттенка здесь вот показывает прям на улице почему-то они очень холодные были а здесь вот такой как я его и видела там я сделала чуть-чуть покороче ноготки чтобы прям миндаль миндаль был вот такой красивый оттенок розового но покупки я не знаю показывать особо нечего ой но уже по традиции покажу кефир вот он этот самый такой бублик вкусно бублик с курицей вкусно забежала еще по дороге молнию купила мне в халат нужна была молния теперь не полениться вшить бы ее и все яблоки больше ничего самое главное было это маникюр сделать так что мой влог закончен и я со всеми прощаюсь всем пока